Арктика. Суровое царство замерзшего океана, айсбергов и сверхнизких температур. Приспособиться к этим экстремальным условиям могут немногие живые организмы. Поразительно, но именно здесь обитает самый крупный сухопутный хищник планеты. Настоящий хозяин Арктики. Белый медведь. Сегодня мы внимательно следим за этим животным, чтобы с его помощью понять, какие природные изменения происходят в Арктике. Каково влияние человека на этот богатый ресурсами загадочный регион. Наше исследовательское путешествие начинается в августе, на южной оконечности полуострова Таймыр. Вместе с архипелагом Северная Земля он является естественной границей двух арктических морей – Карского и Лаптевых. Большую часть времени они полностью оправдывают название Северного Ледовитого океана. Почти 9 месяцев в году эти воды находятся во власти льда. Мы в Арктике. Это один из самых северных населенных пунктов России – поселок Хаттинга. Отсюда до Северного полюса рукой подать. Сейчас в Хаттинге базируется штаб ежегодной научной экспедиции. Специалисты изучают белых медведей, что называется, в естественной среде. Пойдемте знакомиться. Белый медведь – удивительное создание природы. Вес взрослых самцов достигает тонны. Рост превышает 3 метра. Кожа у белых гигантов черная. А шкура состоит из полых шерстинок с воздухом внутри. Благодаря этой теплозащите и толстому подкожному жиру не страшны ни холод, ни студеная вода. Белый медведь – уникальный пловец. Особенно принимаю во внимание, что плавают они не в теплой воде. И часто они плавают при штормовом ветре, при снегопадах и вообще в любую погоду. Научно установлен факт, что белый медведь проплыл более 680 километров. Факт установлен на Канаде был. Есть устойчивая ассоциация. Белые медведи всегда находятся в окружении льдов. Но сейчас все иначе, и это неплохо. Потому что во второй плавине лета миграция приводит многих животных на материк. И у нас есть прекрасная возможность встретиться с ними без дополнительных сложностей в виде коварной зимней погоды. Мы отправляемся на поиски белых медведей. Очень хочется своими глазами увидеть этого мохнатого хозяина Арктики. Надеюсь, нам повезет. Короткое полярное лето – горячая пора в изучении хищника номер один. Главный инструмент ученых – авиаучет. Мы летаем по северу Таймырского полуострова с целью поиска близкородственных группировок медведей по побережью Карского моря и западной оконечности моря Лаптева. Куда какие группировки перемещаются, есть ли между ними контакты, а может быть, их и вообще нет. Дальше можно будет составлять определенные модели, когда человек придет, допустим, на шельф Арктики, а начнется те или иные освоения. Выбранный нами маршрут не случайен. Таймыр – место перспективных разработок и зона ответственности компании «Роснефть». Мониторинг белых медведей проходит под ее патронажем уже 6 лет, на счету свыше 20 экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана. Чтобы отследить популяцию и пути миграции медведей, задействованы авиация, научные суда, ледоколы, наземный транспорт. Больше 500 контактов с арктическими животными, сотня фоторегистраторов – все это ради сохранения природы Заполярья. Самое главное – это свести к минимуму контакты человека и белого медведя и сохранить в том числе его кормовую базу. «Роснефть», как и любой ответственный природопользователь, проводит комплексные экологические изыскания. Ведутся исследования на самом деле не только белого медведя, но и других видов – моржей, белух, других арктических, млекопитающих. Под крылом самолета – воды Хатангского залива с россыпью зеленеющих островов. Весной пища медведя уходит на юг. Прибрежные стоянки тюленей и лежбище моржей притягивают мохнатого хищника, который способен учуять добычу на расстоянии 20 километров от себя. Медведь, он связан с этими кормовыми объектами, он без них никуда не делится. Кстати, вот мы пронаблюдали в западном секторе Карского моря, что одна единственная людина плавает в заливе, на ней лежит тюлень. И буквально в пяти километрах на острове два медведя как бы принимают солнечные ванны и, видимо, ждут, когда эту людину поднесет к ним вместе с обеденным столом. Для ученых кормовая база медведя – лучший ориентир. Однако без удачи в этом деле не обойтись. После пяти часов полета нам, наконец, повезло. Это точка на песчаной косе «Белый медведь». И его, похоже, заинтересовал визит незваных гостей. Мы заметили с воздуха на косе медведя, решили приводиться. И вот как только мы сели на воду, он поплыл к нам. Ну, он среагировал на наш самолет. Ну, в принципе, видите, здесь лежбище моржей. Вот поэтому медведь их караулит. С того берега он как быстро до нас доплывет? Я думаю, ему минут 10 потребуется, чтобы приплыть сюда. А взлетим мы за сколько? А взлетим мы минут за 5. Это обнадеживает. Так что нам хватит времени. Близкий контакт с опасным животным не входит в наши планы. Нужно спешить. Собрать биоматериал для комплексных исследований. А сколько ему в день нужно? Килограммов 20 пищи? Меньше, больше? Ну, это трудно сказать, потому что у него бывают не совсем бескормные дни. Оказывается, взрослые медведи могут месяцами обходиться без еды. Во время рождения детенышей самка почти полгода не покидает снежную берлогу. При необходимости эти гиганты, подобно бурым сородичам, переходят на вегетарианские рационы. То есть великолепно питается и травой, морской капустой, ламинарией. Медведь всеярин. Семи градусов мы благополучно приземлились в плюс 25. А взойти мы на 5 минут позже, видимость была бы нулевая. И пришлось бы остаться ночевать на косе по соседству с полярным хищником. Есть любопытные, есть такие, которые как бы хотят показать, что он здесь хозяин, он будет всячески отпугивать, отгонять. Есть просто попрошайки, да. Это опять же вина человека. На протяжении многих-многих десятилетий человек в Арктике подкармливал медведя, да. Мы всегда думали, что медведь такой добродушный, белый, пушистый шарик, который не нанесет вреда. Первоначально, да, медведь там может даже с руки поесть, но всегда надо помнить, что это самый крупный хищник планеты. Но чаще от подобных встреч страдает животное, а не человек. Эти любительские съемки из Норильска обошли все выпуски новостей. Последний раз так далеко на юге белого медведя видели лет 20 назад. Отсюда до мест его обитания как минимум 500 километров по прямой. Как попала сюда медведица, непонятно. Местные зоологи связались с Красноярским зоопарком. Раздался телефонный звонок от наших коллег с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Непростое это дело, потому что животное краснокнижное, а очень опасное. Б. И вывезти животное с севера – это не самое такое дешевое удовольствие. Поэтому мы сразу же обратились в компанию «Роснефть» с просьбой о помощи, финансовой помощи в том числе. «Роснефть» отреагировала оперативно. Десант из Красноярска обнаружил двухлетнюю медведицу на строительной свалке рядом с оживленной трассой в опасной близости от людей. Зеваки преследовали измученное животное по пятам. Там было очень много народу. Они все приезжали пофотографироваться, посмотреть. Животное было очень истощено. Состояние такое, не знаю, близко к анабиозу находилось. Она как бы заторможенная находилась. Нарушение координации. Видеть белого медведя в той среде, в которой мы увидели, что он ходит по свалке, ест какие-то пакеты – это очень страшно. Ну, это же еще и ребенок. Это не только животное, которое, скажем, и редчайшее, и красивейшее, и умнейшее. Но это еще и ребенок, который попал в абсолютно нелепую для него ситуацию, в которой он совершенно не знает, что делать, и у которого нет ни единого шанса выжить. То есть, если бы была атака со стороны дикого животного, то, естественно, защищали бы в первую очередь жизнь человека. Бродячую медведицу могли просто застрелить. Ажиотаж усиливался. Ситуация накалялась. Специалисты планировали заманить зверя в клетку пищевой приманкой. Планы зоологов сорвали безграмотные действия горожан. Появились доброходы, которые начали подкармливать нашу барышню. Чем, конечно же, сделали ей приятнее, но нам категорически сложнее. Медвежонок был абсолютно сытый. Она улеглась на свою добычу. Поэтому было решено обезвижить животное. Было принято решение о проведении химической мобилизации. Временный наркоз – безопасный способ общения человека с белым медведем. Охота на него запрещена. С 2010 года в России действует программа по изучению краснокнижного зверя. В Роснефти этим занимается специально созданное подразделение. По разным оценкам, численность белых медведей в российском сегменте Арктики – от 3 до 10 тысяч. И такой разброс в цифрах лишь говорит о том, что мы мало знаем о белых медведях. А ведь это самый крупный хищник в Арктике. Он находится на вершине пищевой цепочки и сразу реагирует на все изменения природы. Именно поэтому его называют индикатором арктической экосистемы. Белый медведь употребляет в пищу все, что есть в Арктике. Начиная от фитопланктона, зоопланктона, потом рыбы, потом нерпа, потом, в конце концов, медведь. Накапливая вот все, что есть в океане у нас, он как раз индицирует состояние экосистемы арктической. То есть анализ самочувствия и поведения полярных медведей – один из способов держать руку на пульсе Арктики. Этот биоконтроль осуществляется как контактными, так и дистанционными методами. Вот у меня в руках сейчас GPS-ошенники для оленя. Ну, чем-то они похожи. На самом деле, чтобы вот такой девайс повесить на шею медведя, должно совпасть несколько факторов. Ну, во-первых, его нужно найти. Во-вторых, должна быть хорошая возможность для использования летающего шприца, который на время обездвижит животное. Ну и, в-третьих, все это должно происходить далеко от воды, чтобы сонный зверь, не дай бог, не утонул. И это еще не все сложности. Шея у самцов большего диаметра, чем голова. Они легко сбрасывают ошейники. Поэтому метятся исключительно самки. В этом году спутниковыми украшениями обзавелись две платиновые блондинки с берегов Карского моря. Клинические анализы подтвердили – обе дамы обладают отменным здоровьем. Когда животное находится в непосредственном контакте с человеком, обездвиженное, то по максимуму надо брать все, что наберется на генетический анализ. Там, волос, берется пробы крови, снимаются размеры, вес этого животного, ступни ног промеряются и так далее. Все, что можно, не причинив вреда животному, сделать с ним, надо произвести. Потому что это определенный вклад в копилку знаний об этом хищнике. Ученые и экологи не устают повторять. Наше общение с Арктикой должно строиться по принципу «не навреди». Например, спутниковые маячки для медведя сделаны из специального материала. Ошейник разрушается, отпадает сам примерно через пару лет. Все это время в Институте проблем эволюции и экологии имени Северцева следят за животными в ежедневном режиме. Помеченные в Карском море самки демонстрируют различные стратегии поведения. Как ведут себя сейчас наши медведицы? Наши медведицы сейчас находятся на островах. Одна медведица с медвежатами на острове Белый. И вторая медведица на острове Неупокоево и острове Велькицкого. Она справа, здесь она своим перемещением закрыла все эти острова. А вторая медведица, ей нужно за собой вести двух маленьких медвежат, которые еще не окрепли. И поэтому у нее перемещение гораздо на меньшей дистанции. Мама с медвежатами не хочет рисковать. Она избегает длительных заплывов между островами. По ее первому плаванию станет понятно, что дети благополучно подросли. А как они вообще попали на эти острова? За неделю до нашего прилета на острове Белый еще были льды. И медведи попадают на острова по льдам. И вместе со льдом они обычно уходят. Наши медведицы хотели уйти вместе со льдами, но остались на островах. По словам ученых, медведицы, скорее всего, пропустили момент таяния льдов. Они ориентировались на свой внутренний календарь и не смогли учесть, что климат Арктики постепенно становится другим. Все больше животных остается на берегу. Он идет к человеку в надежде найти что-то для питания. Зачастую, что заканчивается трагически для его жизни. Собранная за 10 лет в Институте имени Северцева статистика свидетельствует. Количество контактов между людьми и белыми медведями постоянно растет. Одна из причин – климатические изменения природы и очень быстрая непредсказуемая таяния льдов. Печального финала норильской истории удалось избежать благодаря своевременному вмешательству зоологов и компании «Роснефть». Дротик со снотворным спас животное в критический момент. Стреляли ослабленной дозой, рисковали, конечно же, при этом, но мы не знали физического состояния медвежонка, но обоснованно предполагали, что дело очень плохо и правильно предполагали. Вес медвежонка на момент, когда вытащили из самолета, порядка 106 килограмм составлял. Здоровая самка в таком возрасте обычно весит 185 килограммов. Ветеринары всерьез опасались за жизнь норильской скиталицы. Из нее выходило, ну это просто мусор был. Там были пакеты, веревки, кости от слив, арахис. Арахис выходил, я не знаю, дня три, наверное, четыре. Для нее ежедневно формировался рацион, препараты, витамины, исследования проводились. И корректировка веса. Мы ежедневно ее дважды взвешивали. Мы приучили, она прямо у нас на весы заходила, она никуда не двигалась, ровно стояла на весах. Расположенный на берегу Енисея Красноярский зоопарк, третий по популярности в стране. В год его посещает 700 тысяч человек. Все белые медведи, живущие в Роевом ручье, поселились здесь вынужденно. У каждого мишки своя непростая судьба. Например, самец Феликс в 2006 году попал к нам с Чукотки. Мы с певик, он отбился от матери. Судьба матери неизвестна. Его подруга Аврора в 2010 году приехала с севера Красноярского края, с полуострова Таймыр. Мы ее тоже выкармливали с самого-самого детства. Урсула, девочка, которая была обнаружена в поселке Диксон, ходила, жила под школой, под домами. Других вариантов, кроме как забрать ее, изъять вынужденно, да, не было. Для найденыша из Норильска имя выбирали с всей страной. В необычном конкурсе победила Марфа. Марфа уже не похожа на измученную попрошайку с Норильской свалки. После пяти месяцев карантина юную особу перевели в новый вольер. Подарок от компании, которая взяла под свою опеку всех белых медведей в российских зоопарках. Мы видим серьезные сдвиги в работе с белыми медведями. И по большому счету, наверное, то, что сегодня делает Роснефть, это явление мирового уровня. И, наверное, это ближайший мировой стандарт обращения крупной компании, но ответственного природопользователя с животным миром. На расстоянии четырех тысяч километров от Красноярска в Нижнем Новгороде обживает новые владения еще одна медведица-сирота. Два года назад ее обнаружили в Якутской тайге. Красавица Умка Аяна – звезда Нижегородского зоопарка и обладательница в просторных апартаментах. Площадь этого вольерного комплекса – 1200 квадратных метров. Помимо внушительной территории здесь есть огромный бассейн, горка, чтобы медведю не было скучно, импровизированные скалы и айсберги. Кстати, настоящий лед тут тоже есть в любое время года. Мы создавали под те требования, которые выдвигает Роснефть. Не просто содержание медведя. То есть это была цель еще и экспонировать, показывать и пропагандировать, что такое белый медведь, для чего мы его так охраняем, как он важен у нас в России, как он важен для природы. Белый медведь – один из символов России. Перед отечественными зоопарками стоит сложная задача – создать для этих зверей достойные условия жизни в искусственной среде. Современные вольеры, незамерзающие бассейны, места для кормлений и пищеблок. В этом деле мелочей нет. Вот это все пойдет, медведица? Не только это, там есть еще кусок. У медведица 6 килограмм мяса в день. Ничего себе! Плюс еще рыба. По размеру 4 килограммов. Слушайте, а это не дешевое удовольствие так содержать? Ну, разумеется, идет и скумбрия, идет горбуша, идет сельдь. У нас также салат айсберг, груша, которую мы любим, в отличие от яблок. Арбуз я вижу. Арбуз, разумеется. Полный пансион у них. Да, да. Не каждого человека так кормят. Повезло, Умке. Ежедневный рацион Умки Айяны – это 10 килограммов мяса, рыбы и зелени. Плюс десерт в необычной упаковке. Перед вами новинка от зоологов – специальные контейнеры-игрушки с цветом, звуком и запахом. В эти сверхпрочные конструкции закладывают лакомства, которые не так-то просто извлечь. Это называется обогащение среды обитания. Поскольку медведь – это хищник, у него очень подвижный ум. Именно для того, чтобы этот ум не ослабевал, чтобы его развивать, чтобы было чем заняться, даем разнообразные игрушки, такие как шары, тубусы, трубы. Все это они с удовольствием используют. Игрушка – это, конечно, очень сложное техническое решение. И в разработке участвовали все – и зоологи, и технологи. И Роснефть приняла непосредственно очень серьезное участие в этом вопросе. А идея и посыл игрушки-то простой. Для животного запах, цвет, шум – это основополагающие вещи, имитирующие природные действия – охоту, добывание, пищу. В 2019 году 64 инновационные игрушки поступили в 16 российских зоопарков. Сегодня в них живут 34 белых медведя. Больше половины из них спасены. В дикой природе они бы погибли. В среднем продолжительность жизни этих животных в зоопарках в два раза больше, чем в естественной среде. Есть еще один важный момент. Зоопарки – это настоящие генетические хранилища. Гарантия на случай экологических катастроф. Если популяция белого медведя в природе, не дай бог, начнет деградировать, то у нас есть хорошо изученная резервная популяция в зоопарках. И при определенных усилиях мы можем повлиять на восстановление численности видов дикой природы. Сейчас, по данным ученых, краснокнижная популяция белых медведей стабильна. Но это не повод для благостного спокойствия. Присутствие человека в Саполярье в скором времени вырастет в разы. И вот по этому поводу, скажем, нам уже пора всем слезать с диванов, переставать уже заниматься вот этим картинным спасением экологии и природы, думать и на опережение, как налаживать мониторинг за белыми медведями, как сделать спасение медвежонка не таким вот героическим подвигом, а прийти, наверное, к созданию системы, когда эти белые медвежата будут реабилитированы, подлечены и выпущены в природу. Первый шаг в этом направлении уже сделан. При поддержке Роснефти в Ярославле закончили разработку специального модуля для потерявшихся медвежат. Весит эта конструкция всего 90 килограммов. В разобранном виде помещается в специальные сумки и перевозится, как обычный авиабагаж. Собирается она легко с помощью отвертки и гаечного ключа. Два модуля, один кормовой, второй для его содержания. После отлова медведей устанавливаются заглушки, закрывается фактически доступ к белому свету и убирается фактор беспокойства тем самым. Шиберы, которые есть у нас, позволяют общаться с животным. Есть специальная система для уборки за животным и ухода за ним. И в том числе в составе будет так называемый, в кавычках, продуктовый набор, чтобы люди не придумывали, чем его накормить. Колбасой, картошкой или еще чем-то. Безусловно, белый медведь – сильное и умное животное. За 600 тысяч лет эволюции он научился хорошо адаптироваться к изменениям окружающей среды. В природе, уходя и на Арктике, нет врагов. И только от нашей заботы, внимания и осторожности зависит, кем будет ему человек. Жизнь не стоит на месте. Мы снова активно осваиваем наши северные просторы и волей-неволей вмешиваемся в жизнях обитателей. Но каким будет это соседство? Сможем ли мы мирно существовать друг с другом? Сегодня ответы на эти вопросы волнуют не только ученых, но и компаний, которые работают в Арктике. Есть надежда, что нам удастся сохранить баланс арктической природы. Кстати, а вы знали, что Арктика в переводе с греческого – медвежий? Продолжение следует...